Одни говорили, что его в Абхазии там казнили. Блохика говорит, что шарная пуля задела его. Иеромонах Андрей говорит, что во время в России это святыни в такое отношение не имеет. Ему стреляли в голову. Ему стреляли в голову садьи. И от Андрея мы предали земле, по дворю храма, прямо около стены храма. Я так верила до конца, что папа жив, что папа обязательно вернется. Какого Абхаза поднимется рука? Я так думала, выстрелить или убить папу, потому что он столько сделал для себя. Он так любил свой народ. Но вы, конечно, потом его давно узнали. Других учений о фильме. Я жила в городе Сухуми, улица Горовограда, дом Трианцы. Когда уже война началась, мы там били год. Я работала в 2-й больнице, анестезисткой. 29 августа мы выходили из Сухуми. И остановилась машина. Отсюда прыгнул один светловолосный. Мужчина лет сорока. Эй, грузины, вашего. Нас поругал. Фарус не говорил, но акцент никаких нет. Он направился к моему 17-летному сыну Нюбре. Стефа ударил прямо в лицо. Мой мальчик сказал, дядя, я вручу не держал, он его так поднял в руки. Я посмотрел, и выстрел один был. Пуля попала прямо в лоб. И когда он согнулся, 9 пуля устал насквили. Ну, готов, 7, не знаю. Да-да-да-да-да-да-да-да, вот так кричали вот этих. А я смотрю на этого мальчика. Мой мальчик отпрыгивал от выстрелов. Даже... Как сказать? Вот мясо, мясо, вкус Rock, мясо чувствовал. А целиком вообще... Не оставил места, чтобы цельной войны закончил. самую мальчика и я уже не себе было было я на колени садов и подняла и сказал сразу говорит что сейчас и я вот так поднял руки и он начал мне стрелять и пуля не пролетел так что такой горячий пуля пролетел и мне он сказал я тебе убивать и буду и вот так должен стоять а я перевернула моего мальчика же набрала силу там человек садилась около 40 там все все вот эти казаки русские фасы все чеченцы все смешали я их всех посмотрела были так что так шумно было я сразу ревернула моего сына у него глазки разбежались и у него поля отсюда с носа везде с руки везде выскочила и когда у него глазки разбежались он еще дышал я как медик уже знала моего мальчика нету я начала кричать кричь тишина но притиши все равно я открывал рот положила на руку кубе и а среди них тофе оправданную моего сына после этого у нас взяли в детский сад и чайная фабрика была завели туда все ли мне на ногах все ну штуки чешки что и повеси повеси как собак вниз головы я взяла и внизу сделали книги там детские книги били и сделал я не там девять дней муче двери закрывали руки там целиком ломали мне кост все пили там очень много лежали мертвые череп снята глаз не было нос не было и один ходит штик нож взял глаз и заставил мне это класс после этого я должен жить на свет и там один 10 метров дальше взяли там колодец я очень глубокий колодец был после милиции человека там все живих смотри говорит твои грузин какие акробатический номер говорит сейчас буду делать они мне так сказали всех начали там бросать живи а это одноклассник моего сына вообще я только сейчас узнала они вместе учились у нас ходить неужели я не имею права зайти туда и посматривать там 7 парой никого уже и уже нету на свете никаких западных что что мы так не сделали что я не знаю а там у нас когда у нас будет такое время что я обняла моего сына в падеж не прекрасно там жили абхазцы и их грузины мы не разбирали тех грузин или те абхаза или абхазовцы а помещала страна друга это я приехал по собственному желанию так как все время считал строго борьба маленького абхазского народа против грузии это святое дело я участвовал автоматическом десанте брал сухом ходил на команду с нами в основном воевали русские и армяне абхаза было немного процентов 20 очень неприятно было видеть как сбрасывали людей в каворус и сразу после взятия буквально взятия города вот работа на российскую базу бомбора ну привозили буквально там двенадцать-пятнадцатый летний год девочек и пытались менять на бензин мне очень не понравилось когда на домане застрелили священника причем засветили застрелили прямо внутри церкви казачки за то что они они требовали от него сказать чья это земля и он говорил что вся земля почья его заставляли говорить что это земля абхазская потом правда это переначали сказать что он говорил что это земля грузинская но я там был одного папа там повесили и застрелили несколько монашек а мисты вертолетов на всех не хватало и вот он переводился со своими детьми только что бы спасти его жизнь а а а а Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok Субтитры DimaTorzok